Жители пятиэтажки на Ленинском в Бендерах жалуются на соседку. Она превратила балкон своей квартиры в настоящую свалку. На просьбы соседей навести порядок отвечают, что на своей территории будет делать то, что захочет. В конфликте разбиралась Наталья Ткачук. Пятиэтажка на Ленинском. Котельцовый добротный дом, многие балконы без окон. Один из них сразу привлекает внимание. Он буквально не виден под полотнищами полиэтилена и пластика. Одни закреплены деревянными планками, другие зацеплены прищепками. Пакеты, пленка, какие-то подпорки, да? Ну да. Все в округе знаменитый балкон и его хозяйку знают хорошо. Живет одна и все попытки родственников время от времени навести порядок приводят только к одному. Завалы мусора на балконе вырастают по новой. Вроде сын приезжал, он у него в Германии живет, приезжал, все выбрасывал, она по новой понабирала. По-моему, сколько помню, столько он все время такой был, как она здесь живет. Соседи, когда мусор начал вываливаться на улицу, обратились в ЖЭК и в милицию. Коммунальщикам на вопрос, зачем завалила балкон, женщина ответила. Мол, денег на окна нет, а в дождь вода затекает в комнату. Вот и уплотняет балкон, как может. Участкового женщина в квартиру не пускает. Разговаривать с ним отказывается. Нашей съемочной она двери тоже не открыла. Из-за двери тишина. На стук открывают соседи по лестничной клетке. Говорят, что живут, как на вулкане. Очень боятся пожара. Это очень огнеопасно. Если взорвется, то тут запылает, будь здоров. Потому что там наросло, наверное, за столько лет, лет 30 она собирает. Можете себе представить, сколько там этой пленки. И сколько она будет гореть. От сотрудников ЖЭКа мы узнали. У женщины есть сестра. Живет неподалеку. Мы смогли к ней дозвониться, поговорить. Очень много мусора на балконе. Просят убрать. Можно как-то вам эту ситуацию исправить? Побеседовать с сестрой или помочь ей убрать? Я поговорю. Я давно не видела ее. Не было у нее. Не знаю, как там у нее состояние. Поговорю я. Позвоню, поговорю с ней. Сотрудники ЖЭКа заверили, что попробуют еще раз убедить женщину навести порядок. Если не получится, выпишут письменное уведомление. Дадут время на уборку свалки. Если все останется как есть, дело передадут в суд. Квартира неприватизированная – это городское имущество. И суд сможет определить, что в такой ситуации делать дальше. Спрашивать за состояние квартиры с хозяйки. Или обязать родственников взять на себя присмотр за женщиной и хлопоты по жилью. Наталья Ткачуки, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.